Новоселье святкуют в Пружанске следшие. После капитального ремонта в районном центре открыли новый будинок отдела Следующего комитета Беларуси. На урашественном мероприемстве присутствовала издумочная группа новин. Теперь супрацовникам Пружанского районного отдела Следующего комитета проводить расследование будет утульнее, и не отримали годные умовы для оперативного и объективного раскрытия злочинствов. Новые кабинеты обсталеваны сучасной компьютерной, криминалистичной и иншей необходной техникой. Получается так, что человек основную часть своей жизни проводит на работе. И безусловно, что комфортные условия работы, они не менее важны, чем комфортные условия домашние у каждого человека. Поэтому для того, чтобы жизнь была нормальной, для того, чтобы работалось хорошо, для того, чтобы было высокое качество работы, человек должен быть в достойных условиях. Один более у нас в Беларуси. Обязательно и необходим. Таким чином, новые умовы будут сприять подтриманию высокого уровня профессионализма пружанских следователей. Данное территориальное подразделение довольно высокую оценку заслушивает по результатам своей оперативно-служебной деятельности. Качество и эффективность расследования уголовных дел находятся на довольно высоком уровне. И, конечно же, добавленный комфорт, вот эти размещения, вот эти удобные помещения, конечно же, я уверен, только положительно скажутся на проводимой работе, связанной с расследованием уголовных дел. Усяго четыре месяца прошло с дня, коли будовники вышли на объект до момента передачи символичного ключа супрацовникам следчего комитета. Будовники спрацовали худко и якосно означают тут. Под час капитального ремонта отрималось и навод зэкономить каля 300 миллионов беларуских рублев, выдаткованных, до речи, с республиканского бюджета. На сегодняшний день с 16 территориальных подразделений у следчего комитета, которые функционуют в области, новые будинки уже отримали Кобрин и Ляховичи. Капитальные ремонты выполнены у Драгичиня, Каменцы и Востяпер в Пружанах. На ближайший час запланованы ответные работы у Барановичах, Пинску и Бресте. Продолжение следует...